здравствуйте борис андреич здравствуйте спасибо что к нам зашли и мы вот приглашение именно вас начинаем наш сезон телевизионный спасибо значит мне повезло в этом сезоне да вот начался еще к тому же новый политический год да да вот прежде всего как вам этот старт и ваш прогноз относительно того каким он будет старт и прогноз а вы о старте разве будете долго говорить все очень запутано почему потому что ну коротко по прошлому политическому году по прошлому сезону там есть несколько моментов ну первое это был год двойных выборов парламентские выборы и местные выборы это всегда очень ответственные такие политические компании которые затрагивают все государства и практически каждого гражданина и парламентские выборы вы вспомните что творилось после этого фактически восьмого июня в последний день было сформировано вот то сложное правительство да которая состоялась между блоком а мы говорили об этом с вами в том числе но я с той точки зрения что там был один момент что мы избавились вот от того режима олигарха влада плохотнюка и это как бы очень большое достижение прошлого года и вот эти двойные выборы они укрепили позиции партии социалистов и президента его команды это однозначно потому что в конце года было сформировано новое правительство миноритарное технократов кику и теперь мы можем надеяться на хоть какие-то подвижки изменения в нашем обществе то есть вот наш этот год стартует с одной стороны вот с тем сложным наследием которое было потому что то что влад плохотнюк ушел это не знает что сломана та система что ушли все те люди которые способствовали вот ее созданию и вот эта проблема она остается я всегда говорил я не призываю что надо всех там разогнать всех уволить да и начать все чистого листа так нельзя потому что мы тут не гражданская война у нас стране мы люди живем тех условиях которые есть но надо прекрасно понимать что мы не можем реформировать судебную систему с теми же судьями мы не можем реформировать прокурорскую систему 600 прокурорами которые подписали письмо в поддержку олигарха плохотнюка я не верю что они ночью проснулись и стали другими людьми я не верю в то что они 10 лет работали да и вдруг они пересмотрели вот они сказали нас заставляли мы были вынуждены а сегодня они стали другими кристально честными и дальше они будут соблюдать то есть я так понимаю что придется бороться с нас придется бороться с этим наследием и мы будем в течение этого года сталкиваться ну вот возьмите тоже даже судебную реформу ну вот отправили в европу те наши предложения которые сформировал парламент правительство и президент но рассмотрят их там до апреля месяца вернется это в молдову уже начнется президентская кампания а как мы будем этих оценивать судей какая будет процедура как это будет отражаться на обществе и как вот эти все люди которые вот во всей этой мощной структуры которые формируют мнение которые занимают определенные должности как они будут относиться к этому правительству кику и как они будут относиться к президенту который нам уже понятно что он будет основным кандидатом на президентских выборах будет ли это отражаться на политической кампании однозначно сто процентов положительно или негативно я абсолютно уверен что негативно и вот эта большая масса я только две категории назвал а там еще еще можно с десяток добавить да те кто вот эти все бизнес-схемы воровские были те кто брал кредиты те кто отмывал деньги те кто украл этот миллиард наш чувствуете да и вся вот эта масса она вся будет настроена фактически против одного человека надо реально понимать если я вас правильно понимаю вы еще как в качестве прогноза говорите о президентских выборах я с вами конечно же конечно же соглашусь да потому что уже даже и дата предложена пока она еще не проголосована но тем не менее президент ее назвал это 8 ноября вот знаете если вот начать с того как этот год начался кроме вот этой новости замечательно то конечно не было такого резкого старта как у ведущих держав в россии смотрите уже сегодня есть новый премьер уже кстати проголосовано ну слава богу да но у нас своя повестка и вот выборы соглашусь с вами они займут достойное место в этом всем а вот что эти выборы означают для страны борис андреевич это как обычно вот нужно рассматривать как вот большая предвыборная кампания где вот эти дерганья будут знаете как мы привыкли к этому это будут какие-то возможности люди должны так к этому отнестись что вот у нас значит появится президент или будет еще значит на один срок президент который есть либо это вот еще какие-то я не знаю там моменты вот чтобы вы выделили людмила вы знаете это будет последний бой последнее что последний бой бой это моя точка зрения почему я так говорю потому что если игорь дадон идет на фауны идет на второй срок это всем понятно уже хоть он пока еще официально но социалисты сказали что хотели бы да ну хотели бы но мы знаем что политики они до конца всегда придерживают вот это свое ответственное решение но это понятно потому что видно по работе его команды и по его самому настрою и насколько я знаю президента дадона человек боевой человек который будет драться идти до конца с точки зрения реализации своих планов и того что и то что запланировала вот его команда вот поэтому я абсолютно здесь убежден что это так и будет и он четыре года продвигал определенные направления какие направления но основные это конечно же двухвекторная наша политика что мы должны использовать наше выгодное промежуточное серединное положение между востоком и западом соответственно налаживать политические в первую очередь экономические связи восстановление отношений с российской федерацией более близкое сближение с евразийским экономическим сообществом при том что мы остаемся полностью вместе с европейским союзом мы участвуем в этой ассоциации с европейским союзом и так далее то есть вот эта здравомыслящая политика которая убирает раздрай в обществе которая вот политика президента это попытка консолидировать наше разодранное общество за последние два-три десятилетия как-то объединить чтобы появилось но я не я боюсь этого громкого слова чтобы появилась какая-то национальная идея там или еще что-то но речь идет об этом чтобы было какое-то благополучие была какая-то стабильность то есть чтобы доделал то что он не успел да вот 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 те начинания которые у него получились и я прекрасно вижу что многое даже почему президент пока не говорит о том что он будет участвовать но опять таки я не знаю почему он не говорит но я как политолог понимаю как оно в принципе должно быть и какие-то подступные причины ведь есть ряд вопросов которые он обещал во время президентских выборов но сегодня он не может их до конца реализовать потому что у него нет устойчивого парламентского большинства потому что это может вызывать какие-то распри между в парламенте а там позиция демократов она довольно таки непонятная и скользкая но мне кажется что вряд ли к моменту выборов прям так кардинально изменится не скажу что коалиция это нельзя назвать коалицию но тут парламент таким же будет ну вы знаете я уже настолько много видел что у нас происходит нашей политической жизни что я не исключаю что наши ведь политики во многом очень не самостоятельные они очень подвержены внешнему влиянию внешнему фактору здесь могут сработать именно внешние факторы да вот все будет зависеть от того как будет складываться вообще ситуация у нас в регионе и в европе в первую очередь между соединенными штатами америки америки европейским союзом российской федерации это окажет какое-то влияние с моей точки зрения я вижу что пока идет процесс сближения европейского союза с российской федерацией вопреки желаниям соединенных штатов америки особенно после визита меркель в россию это было очень понятно и ярко этот фактор он будет оказывать очень мощное вот такое ну влияние скажем и здесь есть еще один момент вот помимо вот некоторых там обещаний игоря николаевича да их нужно все таки будет или как-то довести или как-то объяснить своему избирателю почему на этом этапе может чего то он не доделал он же и сам в одном из своих выступлений сказал я не тороплюсь потому что у меня есть определенные обязательства я должен решить как я поступлю и что я сделаю но это серьезное заявление политика которая ну с одной стороны говорит о том что он думает да об этом вот а с другой стороны он должен выстроить какую-то свою компанию пропагандистскую объясняющий некоторые позиции плюс и не плюс а есть очень большой минус который я вижу и мне кажется вот партия социалистов в данной ситуации они не дорабатывают я смотрю прошли выборы парламентские вот как то последние несколько два-три месяца когда было сформировано новое правительство его на кику я не вижу активной пропагандистской работы партии социалистов после местных выборов я не вижу их активной наступательной позиции я чувствую что они что-то переоценивают они пытаются нащупать чем они войдут в президентскую кампанию поддерживая своего лидера игоря николаевича дадуна но мне кажется они немножечко вот сами сами пытаются определиться в каких-то приоритетах вы знаете вот у меня создалась я приняла наблюдать я поняла вас вот такая точка зрения я поняла вас и как-то в унисон так прозвучало с вами предположение господина бацана который сказал что вы знаете скорее всего игорь дадон будет баллотироваться как независимый но не по такой причине по которой вы сказали а по той причине что у нас президент же политичная фигура это кто вообще у нас в отношении партийной принадлежности точнее так у нас же есть ограничения в плане президента да и вот он считает что прямая поддержка значит партии тем самым она как бы не очень желательно и потом игорь николаевич может быть заслуживает того чтобы быть выдвинутым не только от партии социалистов может поддержат и другие партии борис андреевич хорошо имеете право тогда давайте по спектром в плане того вот кто мог бы составить конкуренцию или я не знаю кто тут кто вот будет также бороться скажем за президентское кресло и тут вот как-то активнее всех правы стали себя проявлять вот смотрите майя санду не майя санду андрея настаса он эту тему начал это стрелянный патрон он эту тему начал и заговорил об аполитичном кандидате очередной вот да мне интересно как вы это оцените чего он хочет заявляя значит о таком видении своей ситуации и уж тогда посмотрим с вами как ему ответила моя санду она как дама ответила конечно интересно она сказала вообще так ну хорошо вот у него свое видение а мое видение вообще такое знаете могу я в первом туре может стаса первом туре у меня есть какие-то пояснения конечно но прежде всего хочу вас послушать мне интересно будет услышать и вашу точку зрения наверное селезрителем давайте начнем хотя давайте я так понимаю что раз я пришел значит все таки да точка зрения интересно безусловно давайте людмила скажем так поставим точку над аполитичным кандидатом да по нашему законодательству игорь николаевич конечно же не может быть членом партии так тогда приняли это решение чтобы ну вот нагадить ему как-нибудь вот когда он вступал он подчинился этому но я это говорил четыре года ну три года президентства игоря додона и буду продолжать говорить это дальше можно положить партийный билет можно написать заявление но нельзя вычеркнуть свои взгляды и убеждения выкинуть их из головы и выкинуть их из сердца вот это однозначно поэтому все вот эти трюки законодательные с тем что он аполитичный человек что значит аполитичный президент давайте четче скажем беспартийный беспартийный то есть во всем мире он может быть партийный а молдова и здесь выделила значит мы здесь я не уверена что во всем мире практически во всем мире почему потому что лидер партии всегда занимает или президентская или премьер-министр или премьер-министр владимир владимирович ну нету пример такой что да ну вот он же он же быстренько но официально господину медведеву лидерство в единой россии да но они однако не но они одна команда но от этого но от этого владимир путин есть не перестал симпатизировать единой россии ли он с ней как-то не связано если единая россия поддерживает то это соглашусь но тем не менее он формально не лидер нет формально не лидер но такие игорь дадон тоже формально не вот так может не трагедия нет понимаете это разные все таки вещи надо учитывать нашу парламентскую республику и все таки полупрезидентскую республику в российской федерации которая медленно трансформируется в президентскую республику мы видим эти подвижки вот хотя бы по последним заявлениям да владимира путина для россии много национальной конфессиальной много конфессиальной стороны это правильно там не может быть по-другому парламентская республика в такой стране это разброд и шатание это гражданская война это однозначно вот поэтому там должна быть твердая вертикаль власти у нас пока немножечко ситуация немножко другая наше общество к этому пока видимо не готова и на нас идет более мощное противодействие идеологическое воздействие запада в этом плане поэтому естественного человека есть свои взгляды убеждения естественно он от них он может их менять как-то постепенно он может от чего отказаться к чему-то прийти но он не может сегодня встать вот я был социалистом а завтра я стал либералом или я вот был либералом а теперь я стал социал-демократом такого не бывает ни за одну ночь не не за не за полгода даже поэтому с этой точки зрения у человека есть свои взгляды принципы и насколько я вижу учитывая что игорь дадон постоянно участвует в работе политсовета республиканского совета партии социалистов они его приглашают или он сам приходит это все никого не интересующие нюансы но там есть общая позиция и это парламентская группа фракция социалистов его поддерживает и соответственно они будут поддерживать хорошо ну вот представь нет здесь это принципиально я поняла и можно я озвучу его вот прямо в эфире я просто убедительно прошу своих друзей я не член партии социалистов но у меня там много друзей я просто убедительно прошу своих друзей из партии социалистов и лидеров этой партии и игоря николаевича дадона понимать одну простую вещь что под лозунгом фальшивой аполитичности они не приобретут избирателей со стороны унионистов националистов и либералов но могут потерять своего избирателя которого они с большим трудом за лет пять-сем наработали это надо четко и ясно понимать вот эти все заигрывания с той категории которая сто процентов за тебя не проголосует как бы ты себя не называл аполитичный беспартийные так далее это это проигрышная позиция вот то о чем я говорил я не вижу яркой пропагандистской компании я не вижу яркой четкой позиции а пропагандиста что вы имеете ввиду с моей стороны это большой недостаток я поняла что должна была партия пропагандировать что они сегодня четко делают какие у них планы что они обещают почему они поддерживают президента и так далее это вот это двойственная позиция отлично мне как политологу она не нравится но я не просто политолог я избиратель и я общаюсь с другими людьми они тоже как бы не понимают вот в вот такое вот вот этот момент вот очень важен и его нужно учитывать теперь по андрею анастасии вы задали вопрос да я вообще о нем я мая санду я мая санду но людмила я как-то на вашей передаче помню мы касались этого вопроса как-то несколько месяцев тому назад вы мне что-то аналогичное задавали но тогда была другая политическая ситуация я сказал андрей анастасия это стрелянный патрон он может собирать свой чемодан и уезжать к своей семье в германию быть прекрасным мужем и отцом его политическая карьера в республике болдова закончилась он сейчас считается то же самое вот да конечно же после проигрыша выборов генерального примара и после того как он на прошлых президентских выборах снял свою кандидатуру под давлением мы знаем кого американских партнеров и и европейских доброжелателей мая санду он тогда снял отказался он тогда во многом проиграл и его авторитет во многом упал и его партии а после этого проигрыша и после того как его типа либералы поддержали тогда мая это дарин киртаке мая санду у него нет шансов стать реальным большим политическим деятелем республики молдова не жаль что все-таки он умный человек он этого не понимает все его это поезд ушел да он может участвовать президентских выборах получить свои два три процента а во втором туре и те люди которые проголосовали его проголосуют за другого правого кандидата но если вот следует там реальная кандидатура мая санду на правом фланге мы видим что ее выстраивают опять же целенаправленно вот если следовать вашей логике тому как вы говорите то получается что непонятно хотя бы его заявление еще и потому что ну вот вы убеждены что о том кому идти и кто должен представлять вот этот политический спектр и эту часть избирателей решают все таки наши партнеры я имею ввиду посольство вы имеете ввиду евросоюз и соединенные тогда получается вдвойне непонятно да почему он делает это заявление амбиций ему что-то хочется ну политический проект это всегда бизнес проект он сегодня глава партии сегодня есть какое-то финансирование сегодня есть какие-то деньги есть какие-то обещания хорошо партнерами но вы же понимаете даже в этой ситуации ты не можешь быстро соскочить с поезда да даже если он тормозит потому что можно упасть и разбиться поэтому хорошо я поняла вашу точку зрения значит получается велика роль значит посольств я имею ввиду евросоюз и я имею ввиду соединенные штаты америки как себя вот в этом во всем будет вести будет себя чувствовать и будет себя вести майя санду вот если у нее есть президентские амбиции а я думаю что они у нее есть значит как то она вот это время должна будет рачительно и с умом использовать вот что она будет делать с вашей точки зрения сплачивать вокруг себя политические партии ранее каких-то каких-то единомышленников да какие-то может быть организации о да вот очаровывать посольство те же самые чтобы они почему же она их ставленец то есть уже все да даже стараться не нужно зачем она из всемирного банка из соединенных штатов америки она там говорила что она получает бешеные деньги я бы не сказала что все так однозначно я поясню почему я бы не думала так все не так вообще всегда так черно-белое а все вообще немножко когда но с оттенками вот здесь я оттенки вижу в том что после того димарша который она устроила в связи с тем что как повела себя с назначением генпрокурора я знаю что посольство были не не очень довольны то есть очевидно да я думаю что в этом отношении есть где еще дорабатывать потому что даже андрей не созревшие дальновидные политики наверно женские эмоции мешают но я извиняюсь может не стоит вам сейчас это говорить потому что у нас есть совет по дискриминации борис андреевич почему не стоит а в чем здесь женщины более эмоциональные это общеизвестный факт и не вижу здесь факта дискриминации есть есть не все женщины не сдержаны и не все мужчины однокровные вот хорошо значит то есть вы считаете что она будет сплачивать вокруг себя единомышленников и политические партии и просто значит те а как она будет это делать ну опять таки у нее есть руководство и в числе западных партнеров ведь она сюда-то приехала наверное не по своей воле и хорошо было наверное соединенных штатах америки но я просто знаю систему работы западных но партнеров как-то нехорошо гореть они нам вообще не партнеры да вот западных служб я сейчас скажу про партнеров что вы со мной можете не сын но мне кажется это важно так я обозначу так западных служб или хорошо влияния и так далее но смотрите вот в аборигенной стране для них чем является республика молдова давайте называть вещи своими именами выбираются определенные лица определенного возраста которые вовлекаются в деятельность неправительственных организаций которые финансируются фондом сороса фондом допустим маршалова там в соединенных штатах америки если фонд фонд брайта да да которые выбирают умники хороших способных людей которые приемлют те западные ценности которые очень не придерживаются своих традиционных каких-то ценностей взглядов нашего общества традиционного молдавского не знаю российского украинского без разницы да они они обкатывают их нескольких программах приглашают себе на одну стажировку на запад в европу в штаты на другую стажировку потом они там полгода год возвращаются назад их готовят к тому что они умные талантливые вернуться на свою родину их будут поддерживать все кто прошел такие стажировки они возвращаются сюда их приглашают посольство евросоюза по любому поводу на все мероприятия посольства соединенных штатах америки я знаю много есть у меня знакомых людей которые прошли допустим полгода год такую стажировку соединенных штатах америки они в списке на всех праздники на всех торжествах их там принимают с ними советуются им говорят что вы уважаемые люди при первой возможности их пытаются внедрить правительство посмотрите кто был в правительстве майя санду представители нпо это я сказал наверное малую цифру две трети практически все представители западных неправительственных фондов или которые в них работали или которые были до этого и потом есть такое дело есть такое дело вот мы видели уже одно фактически иностранное правительство в нашем государстве оно поработало пять месяцев сложила лапки потому что поняли что критиковать в оппозиции это одно а работать и отвечать создавать рабочие места разбираться с детским питанием в школах строить и так далее это совершенно другие хорошо чтобы мы со спектром разобрались давайте еще про унионисты поэтому мая санду будут четко выставлять программу что она должна делать и предоставлять финансирование я поняла унионисты смотрите как они начали год активно ну да они там они в очередной раз объединились да они давайте их за это заслуженно похвалим что они объединились я не знаю надолго или нет но не все объединились кроме партии господин цикл все таки у него свой кандидат на президентских в первом туре вполне да вы кого-то можете предположить или пока не берете я пока не берусь предположить потому что как вам сказать ну вот это ну там все старые лица павличенко гимпу киртага появился цикл как а он что новое лицо он из либеральной партии он оттуда же он выходец их ну да он помоложе он но может по умнее в отличие от некоторых там но это немаловажно ну это немаловажно но насколько его будут поддерживать отдельно да вот в этом плане партия это очень большие расходы это потом вы говорите не появились появился еще влад суркана новое тоже лицо бывший то есть как то вот у них немножечко я понимаю вот поэтому люди я пока затрудняюсь выделить какую-то конъюнктуру время покажет по их деятельности ближайшие полгода на кого будет поставлена ставка пока они меряются силами показывают типа вот я это буду а другое за ними внимательно наблюдают и тоже наши соседние братья из Румынии они будут определять кого же они они будут Игоря Дадона поддерживать это же надо понятно понимать это совершенно понятно тем более ну возьмите последнее заявление Орбана очень дипломатичное очень не тактичная грубая по отношению к соседней стране но это вмешательство во внутренние дела ну вот вы так говорите вот смотрите это вмешательство во внутренние дела я бы сказала так понимаете вот это когда вы сказали там нельзя говорить партнера я знаете вот заметила такую вещь смотрите я не вспомнила анекдот я я обратила внимание что понимаете как вот так сказать что это такое вот правительство как он там четко выразился я уж не помню не то что не доверяют как он сказал Ну, он так и сказал, что мы не доверяем этому правительству. Да, да, да. Но дело даже не в этом, понимаете. Почему, видите, не то, что правительство говорит, а им просто не нравится, что это там типа социалисты, или за спиной, или в этом присутствуют. Нет, я бы даже... Никаких аргументов им не надо. Я бы даже не так сказала, если вы позволите. Мне я все-таки закончу свою мысль. Дело в том, понимаете, что вот такие вещи, на мой взгляд, вот нужно говорить прям вот крайне редко. Потому что, вот смотрите, когда было противостояние у России и, значит, не только стран ЕС, коим пока мы еще и причисляем и Великобританию, и Соединенные Штаты, и когда вот были все эти кризисы, вот Владимир Владимирович выходил и говорил, наши западные партнеры, понимаете. А тут вот, в принципе, да, несмотря на то, что это правительство наше-то пытались как-то наладить вот эти отношения, и что в ответ вот такое вот, на мой взгляд, секундочку, непродуманное, жесткое, как вы сказали, резкое, вот такая вот оценка. Нетолерантно. Да, нетолерантно, это мягко еще сказано. То есть получается, что у нас, нам нужно ждать на этой компании, нам нужно ждать обострения геополитических каких-то страстей. Борис Андреевич, задам вопрос еще более прямо. Действующие лица и исполнители из геополитических игроков, они будут все те же самые и расположатся так же, как обычно. То есть с одной стороны это будет Европа, США и Румыния, а с другой стороны, то есть все точно так же. Все точно так же. А какое здесь? Ничего не меняется. Нет, для них Игорь Дадон и социалисты, это пророссийские. И как бы сегодня Игорь Дадон и социалисты не пытались стать там какими-то европейцами, все остальное, для этой категории... То есть получается все зря, Борис Андреевич. Точно как с Ворониной. Ну вы только что хвалили двуфекторную политику президента, вы сказали, что вот он это сделал, он это начал. Он правильно делает для общества, для нашего молдавского народа, для государства, потому что это выигрышная позиция. И если он победит... Но ее не оценили. И вот почему я сказал последний бой. И если он победит на этих выборах, на президентских выборах, то всем будет понятно, что эта политика будет проходить и дальше. А представьте, на президентских выборах побеждает Майя Санду, которая опять жёс Россия, жёс Дадон, жёс социалисты. Мы только в Европу, формируется что-то, начинается правительственный кризис. В парламенте начинает кто-то кого-то перекупать, кто-то кому-то выкручивать руку. Руки наши западные американские партнёры. И начинается эта дестабилизация в нашем обществе. Оно нам надо? Нет. Вот поэтому здесь, вот почему я говорю по пропагандистской линии социалистов. Задача сегодня объяснить каждому молдавскому гражданину, преимущественно нашему народу, простому, который работает, создаёт рабочий продукт, оказывает услуги, о том, что благополучие и будущее нашей страны. Это президент Дадон и его команда. С этой программой, которая у него сегодня есть, надо дать шансы, наконец, хоть одному президенту довести свою программу до конца, а не шарахаться, опять менять геополитический вектор или ещё что-то делать. Вот сегодня главное. И если мы в течение года до следующих выборов, до 8 ноября, сможем объяснить людям, и люди поймут, что в этом их будущее и перспектива, это одна ситуация. Вы так говорите, как будто ситуация такая плохая. Сегодня смотрела опросы, а я видела. Сегодня смотрела опросы последние, ассоциация демографов и социологов, потому что там прекрасные цифры в отношении доверия к президенту, и у социалистов там хорошие данные. Поэтому я не думаю, что всё так. Людмила, я как социолог очень скептически отношусь к опросам, это во-первых. Во-вторых, я знаю, что опрос может поменяться в результате одного неправильно сказанного слова и позиции или действий. А в течение, извините, 10 месяцев до выборов может очень много разных ситуаций быть. Работать надо, и я здесь с вами даже не стану спорить, просто ещё хочу какое-то время потратить на вопросы, которые у меня ещё, безусловно, есть. Да, пожалуйста. И один из них касается возможных конкурентов на левом фланге. Ну, так они известные. Пожалуйста, вот кто из них наиболее серьёзный? Гражданский конгресс, с моей точки зрения, более серьёзный, потому что они возьмут под себя часть тех коммунистов, которые почему-то не нравятся Игорь Дадон или социалисты. И они есть, и они были, да. Но они были разобщены. Сегодня они будут объединяться. Всё-таки 5,5 тысяч членов партии, которые были зарегистрированы в 22 районах, это серьёзное дело. И сбрасывательство счетов нельзя. То есть они определённый процент отнимут, или же они призовут не участвовать в президентских выборах. У них двойная позиция, я думаю, они сейчас определяются. А как вы полагаете, у них может быть свой кандидат или всё-таки они будут не участвовать? Нет, я думаю, они постараются призвать не участвовать в выборах и таким образом нагадить президента. То есть они даже не поддержат не только президента? А у них нет сильной кандидатуры. У них нет сильной кандидатуры. Так есть у нас с вами разные варианты, Борис Андреевич. У нас есть такой вариант, что левые, которые не согласны с политикой партии социалистов... Они не согласны ни с политикой. Ну хорошо, не согласны с тем, что у власти находится президент Дадон. Они созданы для того, чтобы не дать укрепиться партии социалистов. Значит, не согласны с тем, что у власти находится президент Дадон. Да. Значит, они делают что? Они все остальные левые могут одного кандидата поддержать. Может он быть от той, от той, от той партии. Нет. И либо же каждый из них будет стараться выдвигать своего кандидата, как-то господин Усалт. И, по-моему, у него есть президентские амбиции. По крайней мере, раньше он об этом говорил. Не знаю, как сейчас. И господин Шор, тоже такая странная с ним история получается. Но, тем не менее, партия его, я имею в виду, по крайней мере, партия. Но, навряд ли Шор будет кого-то выдвигать. Даже если выдвинет, мы прекрасно знаем, что там мало что проголосует. Но, в целом-то, тот процент электората, он не проголосует за Дадона. Понимаете? Я понимаю, но я вам еще раз хочу понять. Это будут разрозненные какие-то усилия? Я думаю, что это будут разрозненные усилия. Но они будут направлены против Дадона и против партийских. Ну, это понятно. То есть, вот так вот. Нужно к ним серьезно отместись с Катином. Ну, поймите правильно. Шор, это все-таки подспудно, за ним читай Плохотнюк. Гражданский конгресс, ну, пока мы не понимаем. Ну, пока мы не знаем, кого они могут. Они, хотя так просто такие проекты не появляются, вы прекрасно знаете. Усатый. Раньше он бил кулаком в грудь и кричал, что он пророссийский политик. Но сегодня он в Россию не въездной, мы знаем. Сегодня навряд ли его кто-то в Российской Федерации поддерживает. Значит, у него сегодня есть другие люди, которые ему управляют, которые ему помогают. И, наверное, которые будут помогать и финансово в президентской компании. Я так думаю. Раз у него он в Россию не может, бизнеса его нет, то как он будет участвовать в президентской компании? Я поняла вас. Чей он? В последнее время говорят, что он уже румынский, а не пророссийский политик. Жизнь покажет. Не знаю, да. В ближайшее время все по полочкам. Соглашусь. И последний вопрос. Время наше уже вышло, но мне важно его вам задать. Потому что вот это все, к чему мы сейчас готовимся, это все непросто, это все какие-то страсти, эмоции. Но важно ведь в конечном итоге что? То, чтобы ведущие западные державы согласились с выбором молдавского народа, даже если этот выбор им не понравится. Я в этом сомневаюсь. Нет. Они всегда будут давить то, что им нужно. Вы посмотрите, где-нибудь Соединенные Штаты Америки с чем-то они соглашались, с чем-то мнением и с чем-то все остальное. Да плевали, я извиняюсь, на выбор молдавского народа. Это моя точка зрения, пусть они обижаются или нет. Но я просто по всей их политике после Второй мировой войны вижу, абсолютно их это не интересует, не волнует. Их интересуют чисто свои стратегические интересы. Соответствует эта команда или этот человек их стратегических интересов. А у них стратегические интересы антироссийские. Вот весь ответ. Благодарю вас за эту беседу. Наше время вышло. Но мне кажется, что мы еще продолжали. Мы бы нашли интересные темы для беседы, потому что жизнь нам подбрасывает. Я хотела еще поговорить о том, как эти перемены в российской власти скажутся. Ну приглашайте в будущее. Я с большим удовольствием. И поэтому я думаю, что к тому моменту уже у нас будет больше конкретики. Поэтому спасибо вам большое. Приходите к нам еще. А зрителям, как всегда, говорю спасибо за то, что смотрели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!